Уважаемые друзья, мы начинаем с вами наше мероприятие, интернет-урок. У нас сегодня идет прямая трансляция в сети интернет. Для тех, кто нас смотрит, повторяю, что вы можете направлять вопросы в прямом эфире. На экране адрес для вопросов обозначен. Присутствующая здесь молодежь, также можете, слушая наших выступающих, готовить вопросы. Вам будет предоставлена возможность напрямую пообщаться с нашими представителями. Решите, я представлю состав нашего президиума. Это Юрков Анатолий Анатольевич, проректор по безопасности Московского государственного технического университета имени Баумана. Михайлов Александр Георгиевич, член Совета по внешней обороне и политике, генерал-литян полиции. Чуков Роман Сергеевич, председатель молодежного экспертного сообщества «Странбрикс». И Гребешкова Ольга Владимировна, начальник отдела международного взаимодействия в сфере профилактики Главного управления по контролю забору наркотиков МВД России. Ну и не представил нашу молодого коллегу Скок Денис Андреевич, лидер нашей бауманской всероссийской организации «Молодежная волонтерская здоровая инициатива». Таким образом, с Вашего позволения, давайте мы наше мероприятие начнем. Слово для торжественного приветствия представляет Северку Антону Анатольевичу. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать Вас в очередной раз на площадке нашего университета. Отрадно, что наша площадка и форма общения становятся традиционной. Каждым разом все больше и больше аудитории подключается к обсуждению. Результаты находят большой отклик в пост последующей работе. И сегодня, используя возможности современной среды массовой информации, интернет-ресурсов, мы переходим на все большее на работу в интернет-среде, что позволяет участвовать огромному количеству аудитории, привлекать заинтересованные стороны, лица и организации. Хотелось бы сказать, что тот вопрос, который мы сегодня уже в очередной раз обсуждаем, он имеет жизненное важное значение для нашей страны, для воспитания и формирования идеи национальной и государственной, направленной в первую очередь на формирование осознания нашего молодого поколения, за которым будущее и за вами будущее нашей страны. И от того, что вы и как вы будете воспринимать сегодняшнюю действительность, какие вы будете оценки давать тем сложным, неоднозначным процессам, происходящим в обществе, будет зависеть, мы повторяюсь, будущее нашей страны. А вот выработать правильные ориентиры и какие-то наметить реперные точки, относительно которых можно уже позиционировать себя в сегодняшнем непростом мире, и призваны как раз наши вот такие интернет-мероприятия с обсуждением жизненно важных сложных вопросов. Я хотел бы пожелать вам активного участия в этом мероприятии, высказываться по всем, не бояться высказываться с любыми вопросами, выносить на обсуждение любые вопросы, вынесенные в сегодняшнюю повестку дня, поскольку это касается всех глобальных вызовов, перед которыми стоим сегодня мы как сообщество. Ну и пожелать мудрости вам, набраться опыта, чтобы вырабатывать те решения, которые будут способствовать возрождению и укреплению нашей страны. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Дорогие друзья, я бы хотел посмотреть на эту проблему с точки зрения времени. Большая часть нашей жизни проходит с учетом того, как мы соединяем пространство, время. Все прекрасно понимают, что секунды – это самая маленькая единица, которую можно потрогать, пощупать, посмотреть и так далее. Но, с одной стороны, со школы все знают, что это маленькая единица, но особенно в масштабах современного мира. Но, с другой стороны, мы живем в век современных скоростей и высоких технологий, и эта секунда не такая уж и маленькая. Вот если так вдуматься, то каждую секунду в мире взлетает один самолет, печатается одна Библия. А современный смартфон позволяет аккумулировать всю накопленную тысячелетиями информацию в одном устройстве. Достать любую информацию в современном мире не так-то и сложно. Вот в таком бешеном ритме любого города мы живем. Каждую секунду люди выпивают 50 чашек кофе, делают более 7 тысяч твитов, ставят 30 тысяч лайков. Мы одновременно окружены в то же время, надо это не забывать, замаскированными угрозами, которые несут опасность для существования жизни человечества. Давайте с вами только представим, что в одну секунду рождается в мире примерно четверо детей. Но с другой стороны, в эту же секунду уходит из жизни как минимум два человека. Этому могут служить различные причины, такие как старость, болезнь, ну и курение, алкоголизм, ВИЧ, наркотики. По оценкам ООН, в настоящее время один из видов наркотиков принимает каждый четвертый человек в мире. Это вот территория, которая земной шар, 7,5 миллиардов людей живет на земле. Вот каждый четвертый употребляет наркотик. Проблема нашего скоростного мира, над которым стоит задуматься, это как раз та проблема, которая может определить сущность человека и его предназначение в этом мире, и в то же время необходимость противодействовать этим глобальным угрозам, о которых я уже сказал. Численность людей, потребляющих наркотики, составляет сегодня четверть миллиарда человек. Данный показатель возможно сопоставить с размерами таких стран, как Германия, Италия, Соединенное Королевство и Франция. И вот за одну секунду часть, представьте, прогрессивного, многообразного, развивающего мира очерняется и исчезает с лица Земли. А вот почему это происходит? Кому это выгодно? Что стоит за слово «наркотик»? Большинство людей на планете живут в комфорте и безопасности, и даже не задумываются о такой дикой природе. Вот я предлагаю всем задуматься над этим термином, что, откуда он взялся, зачем это нужно. Неужели общество не хотело бы жить в мире, не хотело бы развиваться, сотрудничать, тем более современные технологии позволяют общаться друг с другом, находясь на любой точке земного шара. И несмотря на это, эти современные угрозы поддерживаются, развиваются, это миллиарды денег крутятся в этом незаконном обороте. Вот эту тему мы уже начали в Сочи, когда площадка, организованная ГУНКом МВД России, уже работала. Я бы хотел себе слово предоставить Александру Георгиевичу Михайлову, генералу полиции, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Георгиевич уже выступал, он, ну и по своему опыту, я знаю давно, Александр Георгиевич имеет полное представление о масштабном явлении и свою позицию. Пожалуйста, Александр Георгиевич. Здравствуйте. Вы знаете, мы, когда говорим об очень общих вещах, очень часто все воспринимают это как такой шум пролетающего на большой высоте самолета. Оно летит себе и летит. И, по сути, никто из сидящих в большей степени не пытается каким-то образом разбираться с этими проблемами через себя, через своих близких, через своих друзей. Понятно, мы очень много и часто говорили о наркотиках, и более того, наверное, в последнее время, во всяком случае, до 2000, до ликвидации ФСКН, эту тему вообще заболтали так, что уже, по-моему, люди даже не воспринимали это слово. А сегодня мы вынуждены к этой теме возвращаться, потому что сегодня жизнь немножко изменилась, изменилась наша структура, и самое главное, что изменилось взаимоотношение между теми же самыми психоактивными веществами и событиями, вроде очень дальними, а событиями на Ближнем Востоке. Вот где связь, на первый взгляд, да? А на первый взгляд, это только на первый взгляд. А когда мы начинаем с вами разбираться, то оказывается, что наркотики – это средство ведения Третьей мировой войны. Наверное, для ведения этой войны сегодня не требуется ни генеральный штаб, не требуется ни артиллерии, ни пушки, ни самолеты, ничего не требуется. Для этого нужно заставить человека покупать за свои деньги и уничтожать себя и своих близких. Ежегодно в мире погибает 200 тысяч человек. Это официальные данные организации обмененных наций, которые практически ничего не отражают. Потому что, наверное, эту цифру надо умножить. Если не на 5, то на 10, то, наверное, точно. И, естественно, когда мы говорим о нашей стране, когда мы говорим о распространении наркотиков в Российской Федерации, мы прекрасно понимаем, что слой репродуктивного заселения начинает очень серьезно истончаться. Истончаться. Мы, каждый из здесь сидящих, безусловно, наверное, плохо себе представляет вообще, с чем мы имеем дело. А вот те, кто столкнулся с этой проблемой, не впрямую, а опосредованно, вот, наверное, в полной мере понимает, насколько это ужасная тема. Если вы чувствуете, что у вас близкий человек, родственник, вдруг неожиданно начинает выпадать из зоны, скажем так сказать, нормальной человеческой жизни в сумеречное состояние, то каждый из людей, которые с этим сталкиваются, начинает искать выход. А что же делать? Каким образом ему помочь? А очень часто бывает так, что и помочь-то невозможно. Вот мы, люди, которые работали в этой теме, прекрасно понимают, что значительная часть людей, которые, скажем так, начинают употреблять наркотики, это люди уже, по сути своей, выпавшие из этого мира. У наркоманов существует такая пословица. Каждый человек, каждый наркоман кончает употреблять наркотики, прекращает употреблять наркотики, но редко кому это удается при жизни. И поэтому, когда мы об этой теме говорим, вроде, так сказать, значительная часть, скажем, белого и пушистого населения никогда не связана, не сталкивающаясь с этой проблемой, она воспринимает это как что-то такое дальнее, отвлеченное, не имеющее к нему отношения. Но когда это касается твоих близких, когда касается твоих друзей, твоих родственников, то, наверное, только в этот момент человек начинает осознавать, а что же было сделано не так и почему это происходит. Мы сегодня не случайно об этой теме начинаем говорить очень серьезно, потому что мы действительно втягиваемся сегодня в ту самую Третью мировую войну, которая уже, так сказать, обозначила себя в нашей стране. Ежегодно у нас погибает до 30 тысяч человек. Это люди в основном, так сказать, до 30-40 лет максимум. То есть это самый репродуктивный возраст. Самый репродуктивный возраст – это значит неродившиеся дети, это неродившиеся поколения, а родившиеся поколения от самих наркоманов. Мы тоже понимаем, что это тоже потерянные поколения во многом, потому что для того, чтобы вернуть ребенка из состояния, когда он просит не молоко матери, а просит дозу еще, так сказать, молодежеского возраста, и, наверное, это самое ужасное, потому что, так сказать, мы ничем не можем помочь, и что из него вырастет – тоже непонятно. Для меня, вот как сотрудника специальных служб в прошлом, да, эта тема совершенно очевидна, потому что мы посчитали, каждый второй рубль, затраченный на приобретение наркотиков, идет на, так сказать, реализацию планов мирового терроризма. Потому что все, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, это в основном является продуктом той самой политики, которая требует вооружения. Когда требует вооружения, значит, нужны деньги, а где взять деньги – это либо нефть, либо наркотики. Два варианта, других вариантов быть не может. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся сегодня в России, так или иначе, имеет прямое отношение к тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке. Вот для нас сегодня это очень важно. Для нас это сегодня очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что если мы сегодня не переломим эту ситуацию, то, наверное, так сказать, она не будет оставаться в состоянии константы, а будет все время, так сказать, идти по нарастающей. Я не случайно назвал цифру, около 300 тысяч ежегодно погибает молодых людей, потому что, как я уже сказал, эта цифра очень условная. Если вчера мы говорили о проблеме, связанной с героином, то сегодня эта проблема стала шире, потому что синтетические наркотики уже производятся не только, так сказать, в каких-то химических сложных лабораториях, но и производятся на кухнях. То есть проблема заключается не в самом химическом веществе, а проблема заключается в том, в тех людях, которые к ним начинают быть причастны. Я, если мы с вами так обнаружим для нормальных людей, так сказать, килограмм или там мешок героина на обочине, если нам это не нужно, это химическое вещество никому вреда не наносит. Но как только становится человек зависим, и как только в него возникает тяга к этим веществам, он будет искать, и, естественно, значит, мы с этими вещами боремся. Но сегодня, как я уже сказал, большое количество синтетических наркотиков новых видов, которые практически невозможно не только, так сказать, не только их обнаружившись в организме, но и очень сложно с ними бороться, потому что синтезирование идет практически каждый день, по несколько формул новых наркотиков появляется, и, естественно, они попадают в молодежную среду. Что сделать? Что делать? Вы знаете, бороться с наркотиками – самый простой ход. Вот проще некуда. Для этого их не надо употреблять. Весь рынок наркотиков базируется на формуле Маркса – товар – деньги, деньги – товар. Если есть спрос, значит, будет предложение. Как только снижается спрос, естественно, люди, которые занимаются этим бизнесом, они, естественно, начинают переходить в другой бизнес. И поэтому для молодежной среды, я уже много раз говорил, еще с момента работы в системе наркоконтроля, я всегда говорил, что молодежная среда должна для себя сама выработать те самые новые формы поведения, новую моду, что ли, новую моду, в которой не будет этих психоактивных веществ. Конечно, многие здесь сидящие скажут, а к нам-то это какое отношение имеет? Ну, мы не употребляем. А дураки, которые употребляют, пусть они употребляют. Но дело в том, что проблема заключается… Первичным шагом является мода, да? И первичным шагом является интерес. И если этот интерес мы не перебьем каким-то другим интересом, не перебьем другими альтернативными увлечениями или какими-то имиджевыми, так сказать, формами поведения, то, естественно, это будет развиваться. Поэтому я во всех молодежных октябрях и говорю, ребята, ну давайте придумаем что-нибудь такое, какую-нибудь фишку, которая позволит нам просто увести молодежь с этой темы. Просто увести с этой темы. У нас до 1990-го, в 1990-м году еще, когда я служил на Лубянке, мы с мужиками сидели, обсуждали, говорим, ну когда же к нам придут наркотики? А наркотики придут только в том случае, когда будет соблюдено три составляющих. Первое – конвертируемая валюта. В Советском Союзе не было конвертируемой валюты, поэтому наркотики были только транзитным товаром. Они не останавливались в стране, потому как никто за эти деревянные рубли, никто их не будет продавать. Вторая тема – железный занавес. То есть как только мы открываем границы, сразу появляется поток. И самое-то страшное, самое страшное – это молодежная субкультура, которая, если она имеет в своей составляющей рок-секс-наркотики, соответственно, значит, что это будет. Поэтому нам вместе с вами было бы очень важно продумать такую технологию, которая могла бы запустить в молодежное сознание, в молодежную культуру, совершенно иные ценности, иные стандарты поведения. И вот только в этих условиях мы можем что-то сделать. Ни правоохранительные органы, ни системы образования, ни системы научных и медицинских учреждений не в состоянии эту проблему обуздать до тех пор, пока это есть интерес, это есть, скажем, тяга через призму того, чтобы быть такими же, как все остальные. Вот если мы это сделаем, тогда мы с вами победим. Ну вот последние годы, вы помните, была очень серьезная проблема, связанная с употреблением, с использованием закиси азота, да? Когда эти шарики надували, потом, когда дураки прыгали на дискотеках, да? Понятно, что мы столкнулись здесь с очень серьезным бизнесом. Люди производят, торгуют товаром, который по большому счету ничем нельзя ограничить. Они же продают на дискотеках, что шарик надутый закисью азота. Они же прекрасно понимают, что с этим будут делать, но когда мы с ними ведем разговор, они говорят, мы никому не предлагали нюхать. Мы надуваем ими шарики. Вот кто хочет, пусть с этим шариком ходят. Но наши же идиоты, они же сразу надо нюхнуть, да? А потом мы их, так сказать, начинаем откачивать. Поэтому, конечно, для того, чтобы с этой проблемой бороться, конечно, помимо полицейских мер, конечно, нужны методы, скажем так сказать, общественного изменения общественной ситуации. И вот Алексей Сергеевич, который у нас здесь уже давно окопался, в этом центре здорово-сберегающей технологии, у вас так она называется, да? Вот в центре здорово-сберегающей технологии, вот с седым, уважаемым Геннадий Ивановичем Семыкиным, они голову сломали, каким образом изменить, он ручкой помахал, каким образом изменить формат молодежной культуры, какие новые формы надо найти, такие, которые можно внедрить вообще сверху донизу, не только, так сказать, в общественной системе, не только в среде ученой молодежи, но и в среде, так сказать, маргинальной молодежи, в конце концов. Понимаете? Вот как это сделать? Вот давайте об этом сегодня и поговорим, потому что я могу на эту тему рассуждать очень много, и опыт у меня богатый в этом плане, но я прекрасно понимаю, что мои мозги, они соответствуют моему возрасту. И мне очень сложно предлагать вам те самые стандарты поведения, или стандарты модных каких-то увлечений, альтернативных, да, которые я еще сам не постиг. Поэтому я вот надеюсь, что сегодняшняя наша встреча позволит нам не только, так сказать, вас как-то разбудить, вот человек спал, проснулся даже, когда заговорили по существу, вот, значит, разбудить вас, да, ну и чтобы вы сами прогенерировали те идеи вместе с молодежными структурами, организациями общественными, ну и плюс с администрацией вашего, во всяком случае, хотя бы вашего УЗа. Спасибо. Александр Георгиевич, спасибо огромное. Ну вот у нас активизировалась линия прямого эфира, и уже поступают интересные вопросы, в том числе от наших студентов, которые не находятся в этой аудитории. Можно я вам несколько вопросов задам, Александр Георгиевич? Ну вот первый вопрос. У нас в МГТУ Минибаумана, кстати, спасибо студентам, очень грамотные вопросы и пишут, и задают. Значит, у нас в МГТУ Минибаумана вот недавно начался внедряться такой курс, как противодействие экстремизму, терроризму, наркомании, то есть тем глобальным угрозам, про которые вы говорите. И вот впервые студенты услышали такой термин, как асимметричная война, то есть внезапный удар не по военным объектам, а как бы по самым слабым местам, по гражданским объектам, и в том числе по слабым местам личности каждого человека. Вот с позиции вас, как человека опытного, генерала, отслужившего, ну будем говорить так, знающего на себе, что это такое глобальная угроза, а что делать молодежи в этом случае, вот самой молодежи, вот мы говорим, изменить общество, это мы должны изменить, как бы власти тех, кто там и так далее. А что самой молодежи делать, как вы считаете? Вот это самый сложный вопрос, потому что, если бы мне это задали во времена моей юности, я бы тоже руками развел, потому что меня из восьмого класса выгнали из школы, да, за экстремизм, скажем так. По тем временам это считалось экстремизмом, потому что я задавал очень часто преподавателям вопросы, которые они не могли ответить. Но самое главное, что вот на сегодняшний день действительно асимметричная война, она вот очень четко проверяется, проявляется вот как раз в распространении наркотических веществ на территории противника. Как уже я сказал, для ведения войны необходим, для ведения этой войны не нужно ничего. Человек сам купит, сам купит то отравляющее вещество для себя, да, которое позволит ему уйти в мир иной и освободить территорию для, от своего пребывания, освободить территорию противника. Конечно, мы, когда говорим об этих вещах, все это выглядит для многих людей очень увоззрительно. Очень увоззрительно. А когда ты поднимаешься чуть-чуть повыше, ты понимаешь, насколько серьезна эта проблема. В 70-х годах разработана была нейтронная бомба, которая позволяла уничтожать живую силу противника, оставляя полностью в неприкосновенности, оставляя всю инфраструктуру. Технику, вооружение, здания, сооружения, ресурсы, все оставалось в целом, в целости и сохранности. И когда мы сегодня говорим об этой войне, то мы тоже должны понимать, что приблизительно такая же цель получается. Человек сам уходит за свои деньги из жизни, оставляя все для свою территорию, так сказать, здания, сооружения, ценности для своего противника. Что для этого нужно сделать? Я прекрасно понимаю, что мы с вами, даже если будем собираться каждый день, мы с вами сиюминутно не придумаем те самые рецепты, которые можно сделать. Но самое главное, мне кажется, очень важно продумать систему изменения стандартов поведения, стандартов отношения к жизни. Вот это самое главное. Если мы этого не сделаем, то мы с вами будем, так сказать, существовать в условиях той самой бинарной войны, которая в конечном итоге нанесет поражение нам, но не нанесет поражение противнику. Я говорил сумбурно, вы понимаете, вопрос поставлен глобально, нужно вогнать этот глобальный вопрос в несколько строчек своего ответа. Это достаточно сложно. У нас вот к нашей трансляции подключился Сергей Андреевич Полозов, это лидер общероссийского проекта «Стоп наркотик». Сергей Андреевич, вы нас слышите? Да, я слышу, здравствуйте. Да, хотелось бы вас послушать. Знаем, что не смогли очно поучаствовать, но мы вас хорошо видим и слышим. Пожалуйста. Спасибо большое. Как уже было сказано, я руководил общественную организацию «Стоп наркотик». Организация на сегодняшний момент является достаточно крупной и уже пять лет существует. В принципе, в рамках нашей организации мы выделяем три на трансляции, на которой мы занимаемся. Это по большей части профилактическое. Профилактическое, на котором они, естественно, все... Что касается этой части, начиная от лекционного формата, разработки социальной рекламы, то есть все то, что может в той или иной мере противоприотействовать в увлечение новых потребителей, то есть сокращать количество новых потребителей. Это по одной из больших направлений, которым мы занимаемся. Второе, то есть направление это взаимодействие с органами внутренних дел и такая помощь оперативной работе. И третье направление, в котором мы вернулись, это, потому что тоже взаимодействие с законодательной властью, с депутатами разного уровня, регионального, федерального, местного и так далее. А вот это как раз создание антинаркотических властей, может быть, устранение пробел в области повышения эффективности в принципе политики в России. Зачем, может быть, все красиво так, в целом, можно считать все проще. То есть мы стараемся искать пробел в законах и предлагать решения, чтобы не быть огурным местом, как или просто перечискать по власти, в конце, которые мы не делаем, а вот эти предложениями, да. И занимаемся в том, что пытаемся уберечь ребят о повышении наркомании всеми современными способами, всеми эффективными способами. Потому что большинство, наверное, стартуются с лекциями, с семинарами, ну, в принципе, как и другие форматы, то есть и полную компанию, и с использованием медиа, с использованием гаджетов и так далее. Мы тоже проводили в Москве мероприятия, она получилась больше таким массовым, развлекательным участком там селопрограммы, так и так далее. Но, тем не менее, было направлено полностью на фермеровную команду, и проводили его структурным центром Сахара. Ну, кто походил за свои 5 лет, в принципе, есть чем гордиться, наверное, большей частью, чем я, как бы, с тем, что нас суждено большая такая студенческая, молодежная, может быть, да, ну, как самостоятельно скажи, мы не ставим задачи, чтобы гореть молодежь. Ну, такая большая сеть уже, да, 6-9 сегалов, практически во всех субъектов федерации они есть. Ребята принимаются хранением открытой рекламы на Польске, в городах, которые, как мы тоже все знаем, как иначе, к сожалению, там, на стену, на охоте, на станах и так далее, все еще появляются надписи с рекламы, на технические средства, и необходимо ее устранять, и где-то нас, получается, взаимодействуют с, уже пихаясь за сними властями, и они берут на себя больше участия, где-то мы больше выходим своими руками, там, баллончиками, краской, там, запрашиваем. Конечно, там большая работа проводится в интернете, связанная с, у нас есть такой проект, как «Киберпатрус», на сайте на нашем хранкотик.ру может любой желающий, что-то в фотофонусе с рекламой в социальных сетях или в интернете дайте наш сайт и используйте наши функции нашего сайта, заблокировать эти ссылки, подать их на токировку. Я вижу представителей в интернете, они, собственно, не будут собрать, наверное, с хрештегом «хранкотик» массовое количество заявок приходит, потому что ребята по отчетам, которые я собираю еженедельно, по нескольку тысяч заявок отправляют. Есть, соответственно, вещи, которые мы делаем и более, а вот их тоже, где видим, когда пока я делаю, я не делаю. Есть, соответственно, вещи, которые делаются в течение годов, в частности, такая важная задача, которую мы для себя поставили, это было изменение законодательства, запись в области как раз легального оборота на Польске, да, все, знаете, сфотические отточки, с Польси и так далее. Сейчас, конечно, тот закон, который существует во временном затрете, который, например, Путин в 2014 году, вновь, вновь, вновь до 15-го февраля в секретую силу, в принципе, дает большие нам возможности для того, чтобы оперативно работать по устранению новых форм. Но здесь, я думаю, с точки зрения законодательства, там практически все есть. Я бы допомню еще в частности, в момент связи с контрольными закупками, которые не будут смотреть этот закон, но это дело законодателей, мы всегда эти предупреждения, если нам лучше, мы будем о этом рассказывать. В принципе, законы, на мой взгляд, передовод, это не дебют за знакомые, а не дебют, а не дебют, и их, и запрещать те формы, которые не только кто является, а и встречи, они могут быть и снимать. Сейчас у нас в проект стоит тема «Единая стандартность профилактики», потому что мы столкнулись с практикой работы в учебных заведениях, в школах, в удах, и так далее, на разных формах, с тем, что профилактическая работа, она ведется, то есть ведется несколько системных, в ряде регионов там больше, в каком-то меньше, но тем не менее, мы так не чувствуем, что в этой области профилактической существуют люди, которые абсолютно не готовы к непосредвению своих характеристических наук, непосредвению профессиональных наук, абсолютно не понимая специфики профилактической работы, не большое количество пропаганды в этой профилактике, и когда мы смотрим такие презентации, которые нам показывают для этой области в школах, у нас в области дуга на того, что в Меховшем ведьми работают, так как мы с подростками работают на профилактических врачей, на самом деле наоборот пропаганды. И сейчас мы активно работаем с научным и разорватым концепцией «Единый прекрасный контакт». Для нас я сюда же верну конкретно нам сказать, и нам, и всем другим, честным организациям, и тем, кто-то общественным организациям, и тем, кто, в принципе, занимается врачей системы, то есть, даже, они будут государственным бюджетным каждый день, но тем не менее, должно быть что-то понятно, что-то, какой телеволюбор истории, какой должен быть материал, а что в этой телеволюбор истории является мотивом первого потребления, соответственно, на них один контент должен быть, для другой аудитории другой контент должен быть. какие-то вещи можно показывать детям 12-13 лет, ролик в сфере, как дети поднимите в этом, находятся в состоянии эффекта, что-то, 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 нельзя это показывать, да, в демоксистологии, педагогики. Мы работаем с вашим количеством вузов, и, собственно, сейчас у нас пишется такой, большой приемный такой продукт, который мы надеемся после выборов президента презентовать и попытаться сделать такой бюджетный собрание, совещание для плюс-минусов, и, как раз, кем-то с вами включил блок, не знаю, каким ведомством, будь темием, как, где-то будет образование, тем не менее, включился и корнил эту работу, чтобы непонятно, какие у вас вопросы походят. Ну, где-то они это говорят, на самом деле, в какой программе работают, чтобы учебные заведения их с плечами, да, то есть, выходили проживать, чтобы они попадали в учебные люди, которые несут свои теории в недобором, где-то, да, какие-то там, свои, там, черные интересы. Вот эта система францовательства, да, которая, сейчас, она постепенно работает, большая рабочая группа, и, всячески, естественно, приглашаем всех, проводили большой опрос для родителей, огромное количество, там, было 6500, 6700, там, родители мы опросили по всей России, посмотрели их отношения, как они относятся к профессионалам, знаете, они профессиональными проводить, потому что проводили лабораторию, учителя, и так далее, и большого исследования, работают, в принципе, даже сейчас может быть однокомница, мы тоже начали, на первых ходах будет, выложены на сайте однокомнист.ру, можно будет однокомниться. Вот, наверное, двух словах, как в принципе, вы не понимаете, это раздвенит, потому что, я понимаю, наверное, но самое главное, что я сказал, что работа в качестве молодежной организации ведется активно. Это безопасно для тех тех, которые это делают. Поэтому, ребята, я приглашаю вас в этой деятельности, потому что, опять же, если не мы, то кто? А если не мы, то уже хоть кто-то. Поэтому, если есть вопросы, готовы на них. Сергей, да, у нас идет прямая трансляция, и мне вот уже вопросы задают и ваш адрес. Но вопрос такой, как к вам вступить? Молодежь спрашивает, что это сложно, не сложно, и что для этого нужно? Ну, да, это такой хороший вопрос, спасибо, я не сказал. На сайте, что находится, что есть, собственно, агрофактное движение, там есть анкета, ее участник заполняет, мы, соответственно, все анкеты рассматриваем и знакомимся уже дальше. Второй этап у нас знакомства – это скайп-собеседование. Ее проводит либо представитель того города, либо федерального округа. И дальше, соответственно, ребята уже… Ну, либо, то есть, в том городе есть там наши дирюгатели, в нашем движении, они включают, то есть даже в общем, там все определяют в городе работы, все, что делают, потому что интересно. Опять же, в графе ступени движения есть такой пункт, а свободный подзапись – это тем, кто хотел заниматься в свете и в талантах. Поэтому стараемся найти качественные пожелания и возможности, какие-то действия, которые не будут сильно отвлекать там от остановленности деятельности, но тем не менее будет полезным для общих дел. – Сергей, а отделение вашей организации есть во всех больших городах или вот как… Это с Белгорода вопрос задают. Есть там в Белгороде что-нибудь? – У нас есть практически во всех больших городах, да, у нас тоже есть. Соответственно, познакомиться с сеткой нашего движения можно… Там можно набрать на нашем сайте на горячую линию. Соответственно, горячую линию придется на тот город, который, знаете, там есть в Белгороде и есть там. – Понял. Сергей, еще один вопрос. Вот вы говорили про киберпатруль. Волнует вопрос того, что действительно большая часть информации про наркотикам, продажи идут через интернет. Так как вот то, что мы стираем на асфальте, оно, например, там для деревен не так важно, там нет даже асфальта иногда. А вот киберпатруль, как эффективно он действует и как можно какую-то информацию дать для вас? Подвис, да? Ну вот технические проблемы. Давайте сейчас попробуем еще раз связаться. Сергей, повторю вопрос. Как слышно? – Слышно, слышно. – Да. Про киберпатруль. Вот в интернете. Какая эффективность и действительно ли хорошо он работает? И куда можно дать информацию? У людей много информации, касающейся там, где торгуют, как торгуют. – Ну, смотрите, у нас есть, как я сказал, у нас есть на сайте, возможность подать заявку, да, то есть и на блокировку, да, сайте. Насколько это эффективно? Эффективность, ну, сейчас, честно скажу, эффективность повышается, да, то есть, сейчас вроде работа опять наладилась и достаточно активно принимают заявки, входят на блокировку. Что касается информации, которая связана с тем, где продают, где, соответственно, там, какие-то курьеры и так далее, мы такую информацию собираем и передаем ее. Любое наше отделение связано, взаимодействует с МВД, то есть с отделом ВНК, и мы такую информацию передаем, соответственно, сотрудникам МВД, потому что, опять же, нам, с точки зрения общественной организации, то есть мы не можем ничего делать, не имеем права не задерживать, естественно, туда. Максимум, что мы делаем, это собираем информацию, мы выезжаем в тот жаду, смотрим, есть цветы там, ну, как рассказывали, огромное количество шприцов, там, людей из страны, смотрим, чтобы сфотографировать, чтобы была более подробная информация. И дальше мы передаем, соответственно, МВД, стараемся держать себя на контроле дальше, чтобы уже взаимодействовать, взаимодействуя над контролем, отслеживать, уже отчитаться как человек, который это только для нас удал. Ну, опять же, чаще всего, после того, как мы ее передаем, человек, который начинает взаимодействовать дальше с МВД, он тоже уже в курсе всей информации. Ну, некоторые люди хотят оставаться инкогнитом, стараются, желание сохранять его, если они не хотят называться, или там, там, где они не учатся. Мы сами просто уезжаем на место, проверяем эту информацию, которую сами увидели, если ее увидели. Ну, вот вы ответили на следующий вопрос по поводу инкогнито, да? Многие не хотят представляться, просто побаиваются. Но если у вас есть возможность принимать и такую информацию, это очень хорошо. Ребята, а в зале… Можно принимать эту информацию, потому что для нас это не очень хорошо, потому что… Ну, естественно. Ну, для МВД может быть хорошо, что мы есть, потому что мы неким фильтром выступаем, потому что много, ну, таких вот людей, которые присылают эту информацию, и оказывается, что за ней нет ничего, ну, никакой фактуры нет, да? То есть там ничего не происходит, да? Может долго наблюдать. Вот. Но, тем не менее, мы принимаем, потому что, понимаешь, мы в каждом таком догадывается с уважением, принимаем, да? Ребят, в зале есть какие-то вопросы к Сергею? Если есть… Я буду рад вас услышать, я даже проверял микрофоны работы. Ну, подумайте еще над вопросом. Я вот пока засчитаю вопрос, который поступил по интернету. С какими другими общественными организациями вы тесно взаимодействуете? Есть ли такой опыт, например, совместных каких-то акций, операций там и так далее? Ну, конечно, мы в целом… Моя политика такая, что мы взаимодействуем абсолютно со всеми теми организациями, которые выступают за реальные дела, а руководители нарабатываются политический вес. Поэтому любая организация, которая считает нужной, да, там, борьбу с наркотиками, там, или, может быть, только с наркотиками, в том числе, брать своей деятельностью еще и более такой, что мы всегда взаимодействуем, мы достаточно активно взаимодействуем с «Трезвой Россией», да, то есть, с «Которой Култар» и «Канзая», да, то есть, мы всегда находимся в общем, как минимум, понимании, да, мы взаимодействуем с рядом государственных бюджетных учреждений, там, в Санкт-Петербурге есть, там, «Синяя птица», с которыми мы тоже взаимодействуем, в Иркутске достаточно активный центр, в котором мы тоже работаем, да, там, государственные, в том числе и государственные, в том числе и государственные центры, все, опять Сергей пропал, а, вот, ага, доказательное предпринимательство ? да, да, ничего слышал. в том числе, в том числе, в том числе, если мы обращаем, например, молодой, мы с ними рассказываем, любые организации, которые стоят за задачи реальных делах, мы всегда и проводим, либо совместные мероприятия, либо прокрутируем друг друга, там, такие вещи, вещах, часто бывает к нам обращаются, мы говорим мы такое уже делали не приносим этого результата или наоборот, это будет более эффективно чем это будет спасибо, Сергей ну вы знаете, сегодня интернет-урок проходит в стенах МГТ имени Баумана и вот студенты лидеры здоровой инициативы, общественного движения с вами работают, хотят вас пригласить сюда, если будет возможность встретиться с нашими студентами пообщаться, поделиться опытом я всегда с удовольствием, да, с удовольствием не смог, из-за того, что большой подъем работает и все, что было за это время находилось к сожалению, не смог сейчас но мы всегда рад спасибо за приглашение я всегда с удовольствием подъеду и всегда буду рад встречать хорошо, спасибо большое, ну надеюсь вы нас будете еще смотреть в интернете если будет возможность может в конце еще скажете свяжемся с вами хорошо да, спасибо большое спасибо ну друзья мои, я думаю интересно было послушать и вот мне кажется в продолжении нашего интернет-урока как раз актуально будет послушать представителей МВД у нас, вы знаете создано главное управление по контролю и забору наркотиков в МВД России мы наш вуз Бауманский и здоровая инициатива очень тесно взаимодействуем и есть конкретные результаты в области взаимодействия по профилактике наркомании нам приятно, что мы вот в такой плодотворной работе сотрудничаем давайте послушаем Ольгу Владимировну Гребешкову начальника отдела пожалуйста большое спасибо за предоставленное слово всем добрый день выступления предыдущих спикеров наглядно показали что преодолеть наркоугрозу изменить отношение людей вообще к наркотикам только правоохранительными мерами невозможно здесь нужна работа системная работа комплексная где большое внимание будет уделяться именно профилактике наркомании потому что всем наверное уже известно что предупредить проблему легче чем потом устранять весь комплекс ее последствий поэтому наша основная задача это уберечь человека конечно от первого приема наркотиков вместе с тем вместе с тем деятельность правоохранительных органов это тоже механизм борьбы с наркоманией с наркопреступностью основные усилия правоохранительных органов здесь направлены на разрушение механизма наркобизнеса сетей распространения наркотиков ликвидацию преступных сообществ и на выявление пресечения каналов наркотрафика вообще наркотрафик оказывает сильнейшее давление на состояние преступности в нашей стране согласно статистике каждое десятое преступление это преступление связанное с наркотиками и каждое второе из них связано именно со сбытом наркотиков свыше 70 процентов из этого объема это тяжкие особо тяжкие преступления однако благодаря совместным мероприятиям проводимым антинаркотическими подразделениями органов внутренних дел совместно с другими силовыми структурами нам удалось значительно снизить интенсивность наркотрафику приведу отдельные результаты нашей работы на сегодняшний день в этом году уже несмотря на то что год не закончился уже изъято более 14 тонн запрещенных средств и веществ в том числе свыше 3 тонн синтетических наркотиков более 7 тонн наркотиков каннабисной группы 2,5 тонны запрещенных сильнодействующих веществ выявлено 72 тысячи лиц совершивших преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков на сегодняшний день в производстве органов наркоконтроля находится около 141 тысячи уголовных дел на 142 процента увеличилось количество расследованных преступлений не связанных с легализацией денежных средств полученных преступным путем в целях противодействия наркопреступности в условиях глобальной компьютеризации МВД России активно применяет интернет-мониторинг о киберпреступности мы сегодня уже начинали говорить и несколько примеров в этой сфере мне хотелось бы привести в январе 2017 года в Ярославской области была предотвращена деятельность преступной группы которая использовала киви кошелек и telegram messenger для сбыта наркотиков далее весной этого же года нашим главком ликвидирована подпольная лаборатория производившая по оценкам экспертов более 5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ в сутки деятельность этой лаборатории была заточена под заказ расчеты между изготовителями и заказчиками осуществлялись с использованием электронных платежных систем вообще с начала 2017 года пресечена деятельность 1345 интернет-ресурсов посредством которых осуществлялась торговля наркотиками на территории российской федерации доступ к ним теперь запрещен следуя за развитием современных технологий пресекается деятельность преступных структур распространяющих наркотики с использованием почтовых сервисов вайбер и ватсап и отслеживаются финансовые операции проводимые преступниками с помощью кибер валют гунг мвд россии пресечена деятельность ряда организованных преступных групп осуществлявших сбыт наркотиков с использованием торговой интернет-площадки рамп борьба с незаконным оборотом наркотиков это одна из приоритетных задач полиции но тем не менее опять же да наверное вот завершая и подводя вас к той мысли которая звучит у нас самого начала мероприятия еще раз повторюсь что только полицейскими мерами действительно сделать это победить наркоманию невозможно нужно объединение общества всех структур и каждого человека в отдельности для того чтобы с этой проблемой справиться в том что у вас интересный вопрос кстати я об этом думал но не формулировал вот существуют люди тоже все осведомлены о структуре мвд и так далее вот есть в рамках мвд управление по противодействию терроризму есть у вас управление главное управление по борьбе с наркотиками а вот студенты наверное пишет он говорит о том что современные угрозы они в большей степени да и вначале александр георгиевич обращал на это внимание они подпитаны наркотиками то есть состояние наркомании это внушаемое состояние которое ну как подарок для вербовщика вот а вы вместе с другими управлениями какие-то акции совместные мероприятия проводите то есть чтобы ну и может быть научники разработки чтобы вот грамотно упреждать не просто бороться с незаконным представлением наркотиков пропаганды там и так далее ну и вот совместно с другими управлениями противодействие терроризмом выявлять там как-то ну вот вопрос такой ну конечно это все проводится в рамках совместных оперативно-профилактических операций которые проходят по территории всей страны и надо понимать что вот отдельные структуры в составе мвд это не значит что все мы работаем по-разному это одно большое ведомство министерство внутренних дел и цель у нас одна это пресечение преступности противодействия преступности поэтому естественно взаимодействие да оно осуществляется Ольга вот еще один интересный вопрос скажите пожалуйста вот всех волнует интернет у нас слушатель один пишет и как я понимаю он такой активный вот он говорит что я три три информации по сайтам давал ваше ведомство по там акции у вас проводилось сообщить где торгуют смертью и вот он проследил результаты своих сообщений два сайта закрыто один до сих пор работает вот как вы он справ вопрос конкретно почему так долго закрывается вот те сайты которые явно торгуют там пропагандирует так далее возможно ответ мой прозвучит как оправдание но тем не менее действительно сергей андреевич об этом говорил что период передачи полномочий от упраздненную фск н к мвд он длился достаточно продолжительный период времени и для того чтобы система заработала вновь с теми же оборотами с которыми она работала ранее потребовалась переработка не только нормативной базы мвд но и нормативной базы того законодательства которые существуют в российской федерации поэтому в полной мере в полной мере если я не ошибаюсь это наверное окончание первого полугодия июнь июль не буду врать когда окончательно нормативная база была приведена в соответствие и ведомство в этом направлении смогло заработать полную силу поэтому накопилось за этот промежуток времени накопилось огромное количество информации по сайтам по интернет ресурсам где требовалось их закрытие вот еще один вопрос не успел обработать но зачитаю как бы с листа часть на него уже ответил потому что он спрашивает какие результаты были достигнуты при блокировании сайтов а вот вторая часть вопроса является ли оправданным те средства которые были на это потрачены ведь мы все прекрасно понимаем что кто ищет тот найдет может нужно смотреть и уделять больше ресурсов и времени на другие стороны данные проблемы также если были получены результаты в этом направлении то каким образом отслеживается и анализируется данные по этому поводу да тут если так своими словами сказать что люди спрашивают оправданно ли средства которые тратятся на блокировку этих сайтов потому что он тут закрылся в другом месте открылся ну вот как бы кошки мышки получается но в другом месте закрылся и там же закрылся ну вот александрюш может подключиться тоже знаете когда я слушаю разговоры по поводу борьбы с компьютерной преступностью то есть торговли с наркотиками в интернете у меня такое создается впечатление что вот есть поле боя на поле боя поле боя является интернет противник на это поле боя вышел мы на это поле боя не вышли и мы говорим что противник вышел надо что-то делать когда наши хакеры ломают сайты пентагона да выбор вмешивается но когда наши хакеры почему-то не могут сломать эти сайты которые можно сделать без минком связи и без всех этих самых государственных структур но часто говорим у нас гражданское общество у нас нет гражданского общества у нас верст общество граждан гражданское общество будет тогда когда так сказать люди будут все вместе решать одну задачу у нас все разобщены и все потоповают на государственную дому я опять возвращаюсь к своей этой самой шпанистой юности вы знаете вот система саморегуляции в советском союзе в обществе было выше чем сегодня в российской федерации если за в доме заводилась паршивые овца то пацаны которые живут в этом доме очень внятно могли поговорить и это паршивый овца шла так сказать стриглась мылась и приводила себя в порядок зная что с ним будет если что-то произойдет сегодня мы вот к сожалению наши действия очень разрозненные мы очень часто уповаем на государственные органы забывая о том что в наших руках огромный потенциал вы знаете историю с ну знаете в такую фамилию евгений ройзман да вы знаете когда там возникла проблема торговли наркотиками цыганами как была решена проблема но нам в локальном каком-то определенном период времени когда в этот цыганский поел селок приехали пацаны в кожаных куртках они просто вышли напротив этих домов барыг постояли и все все поняли не было пикетов демонстрации угроз ничего просто приехали обозначили что если вы задумаетесь о том зачем мы сюда приехали очень мощная система воздействия и конечно когда мы с вами говорим об интернете я вот много принимаю участие в различного рода конференции могу сказать сайт в полном объеме восстанавливается любой закрытый сайт любой портал восстанавливается ровно через 30 минут в полном объеме с учетом этих всех облачных хранилищ и так далее так далее поэтому вопрос наверно не в самих не в самом интернете вопрос тех людях которые в этом интернете сидят и если вот мы прекрасно понимаем что основная работа основная борьба должна наверное вестись не самом интернете а в отношении тех людей которые сидят у компьютера вот если есть информация по ней работают да устранил человека нет сайта а если устранила сайт человек остался значит будет другой сайт вот это вот очень тоже важный момент это вопрос кстати говоря вот к аудитории потому что я говорю что мы очень часто пытаемся уповать на правоохранительную систему забывая о том что мы сами являемся членами нашего общества как написано в конституции власть предлежит народу а в отдельных случаях органам исполнительной законодательной власти конституция очень интересно популярно объясняете так вам еще один вопрос я его хотел в первый раз тогда еще задать после вашего выступления но вот сейчас задам вы в свое время занимали очень такие большие должности в силовых структурах в правоохранительных органах сейчас вы являетесь общественным деятелем скажите пожалуйста если бы сейчас вернулись на службу что бы вы первое сделали для государства я бы сократил сразу структуру на 50 процентов любую структуру куда бы я вернулся потому что значит первое что бы я убрал убрал всю надстройку которая мешает работать оперативному блоку да алексей сергей помните когда создавали наркоконтроль да когда у нас не было ненормативной базы у нас было три хромых налоговых полицейских много машин здания и неоплаченные долги налоговой полиции и при этом у нас не было никакой нормативной базы мы делали то что хотели и нам было очень легко работать потому что нас никто за руки не держал никто за руки не держал никто от нас не контролировал никто с нас не просил а если касая что касается вот чисто оперативного блока да то конечно бы вот необходимо сделать выстроить систему таким образом чайник скипел значит систему надо выстроить таким образом чтобы каждый сигнал который поступает в систему органов государственной власти прежде всего органы исполнительной власти правоохранительных органов реализовывался бы стремительно вот стремительно должна реализовываться к скорой помощи поэтому очень часто общество иногда вот так руками разводит а я прекрасно понимаю полицейских наш потому что это они живут в условиях ограниченных возможностей когда 90 процентов времени они работают на прокурора и 10 процентов на результат совершенно объективная вещь вот для того чтобы надо работать нужно понимать видеть цель конечно когда если бы мне пришлось вернуться я конечно вернул очень многих людей которые работали да потому что люди накопившие огромный колоссальный опыт оперативного оперативной работы возможностей конечно многие из них просто сегодня не востребованы они наверное все как никогда нужны как никогда нужны в любой структуре а какой бы я структуре не говорил любой структуре эти люди нужны спасибо друзья мы я думаю пришло время послушать романа чуку это председатель молодежно экспертного сообщества стран брикс роман пожалуйста слышно вот так да всем доброго дня меня зовут роман как уже сказали и 8 лет я вместе с моими коллегами мы занимаемся молодежной дипломатией россии в прошлом году мы даже создали фонд содействия международному продвижению россии да за рубежом называется центр международного продвижения и вот в в качестве наших собственно действий вот по направлению брикс или большой двадцатки если кто знает да это вот объединение стран да вот которые на уровне руководителя государства решают как раз те самые глобальные проблемы да и думают как сообщаться местными усилиями бороться с глобальными угрозами вот с 2014 года с тогда еще действующей структурой фскн россии мы в рамках как раз подготовки председательства страны к работе по группе восьми мы работали по такой теме как вот противодействие наркотикам молодежной среде и тогда мы поняли насколько это важно насколько наши коллеги в других странах заинтересованы обсуждение этой темы насколько у нас совершенно есть разные подходы и вы знаете так оказалось что подходы наши с ребятами из латинской америки они очень совпадают вот коллеги упоминали что дискуссия наша началась еще в сочи на всемирном фестивале молодежи и студентов и там вот как раз мой давний друг и коллега родриго рейс из бразилии который является председателем международного комитета национального совета молодежи бразилии он как раз рассказывал о том как они борются на своем континенте да в такой крупнейшей стране континентов как бразилия с проблемой именно вовлечения молодежи в этом всем не очень хорошие практики да включая наркотики и так далее преступность вот бразиль бразильских фавелах собственно вы знаете ключ наверное он действительно вроде как бы на поверхности да что нужно предлагать молодежи некую там другую реальность другую возможность вовлечения в социальные практики вот и таким образом снижать сам спрос вот то есть все на чем останавливается мы когда с коллегами вот молодежи среди общаемся да все говорят о том что если снизить спрос на наркотики да если именно сделать так чтобы молодежи стало это неинтересно за счет открытия новых возможностей то мы собственно сможем с этой проблемой справиться я очень верю в вопросы технологий я думаю что сейчас когда каждый понимает что развить собственный потенциал стало проще да с помощью тех там устройств которые есть там у каждого из нас вы можете быть напрямую подключены глобальному миру и это несет огромные возможности с тем чтобы вы действительно там создали сами себя обучились то есть это ну в нашей стране конечно же традиционно очень высокий уровень образования там самая лучшая система образования в мире да но если мы говорим про беднейшие страны где наркотики производятся и собственно их употребление процветает технологии современные могут искоренить вот этот момент потому что ключ опять таки повторюсь лежит в образовании да и в доступе к возможностям знаете вот тревожной является другая история на мой взгляд мне кажется очень важно ее поднять мы поскольку работаем как вот гражданский так скажем агент гражданского общества россии на международных площадках в том числе на площадке он вот западные страны там поднимает вопросы легализации легких наркотиков в качестве вот такой дескать альтернативы тяжелым наркотикам причем всегда очень понятно какие фонды на какие средства это все делают вот и очень мало наших общественных организаций выходят на глобальный уровень да и там доказывают российскую точку зрения наши дипломаты пока что отбиваются самостоятельно как раз вот эта дискуссия у нас была вот спас предстве россии при он в нью-йорке на эту тему вот и мы собственно тоже включаемся и призываем каждого из вас если вам интересно заниматься общественной дипломатией да можете присоединиться обменяться контактами я расскажу как можно в эту всю историю включиться вот ну и безусловно одно из тоже решений которые в сочи мы обсуждали вместе с коллегами нам кажется что создание некой сети волонтерских организаций как в странах снг и аэс так странах и брикс и коллеги вот тоже подтвердили готовность этим заниматься да которая будет направлена на собственно с одной стороны просто вовлечение молодежи вот в классные общественные проекты а с другой стороны а помощь тем кто оказался в трудной ситуации поскольку сейчас вот связи с рассветом до радикализации молодежи актуальны еще и вот эти моменты и безусловно требуется некая реабилитация ресоциализация да не только наркозависимых но и тех ребят которые попали под дурное влияние в сфере там экстремизма да разного толка причем абсолютно сейчас разные формы экстремизма процветают на удивление совершенно не неожиданно иной раз встречаешь посмотришь сми вот и мы с удовольствием готовы помочь каждому из вас стать частью вот этой большой работы да через волонтерство через общую совместную работу попробовать действительно спасти еще не одну сотню и даже наверное не одну тысячу жизни вот что безусловно для нас как для граждан нашей страны наверное это основной приоритет вот большое спасибо и на самом деле делают для того чтобы вот меньше стало это все угрозы в нашей жизни в нашем мире и вот действительно вот низкий вам поклон спасибо роман вопросы вам тоже есть вопрос интересный международные санкции не сказывается ли на ваших возможностях взаимодействие вот с международным сообществом брикс в том числе о но это вообще самая наша до любимая тема вот получается с бриксом естественно это никак не связано я вот повторю вот раз у нас тогда минутка геополитики да брикс это бразилия россия индия китай и с это south africa южная африка да соответственно это дружественные нам страны естественно никаких санкций в отношении нас там не введено и тьфу тьфу да там планирую не планируется вводить вот поскольку мы осуществляем достаточно тесную координацию по ряду вопросов и насколько я понимаю в вопросах вот противодействия наркотикам потому что даже вот тот же самый брикс он задумывался изначально как экономическое объединение а вот если вы почитаете документы которые лидеры стран принимают последние два года там однокоренные слова слова безопасность встречаются больше чем даже однокоренные слова там снова экономика вот это если найти там microsoft word сделать вы же технически у нас ребята да вы знаете как вот все сделать очень технично вот если вы нажмете control f в документе лидеров вы увидите что слово безопасность там превалирует то есть лидеры обсуждают безопасность у нас подходы очень и очень совпадают вот а что касается санкции так наоборот единственный способ сразить вот эту неприятность причем абсолютно глупую да потому что санкции мешают бизнесу это установление человеческих связей это то чем как раз мы и занимаемся установление вот мостов между молодежью да там а народные потянут но вот по средствам молодежь диапломатии общественной дипломатии недавно мы запустили парламентскую дипломатию да чтобы легитимные так скажем да избранные представители молодежи они тоже могли взаимодействовать с разных стран и в том числе кстати да вот ребята из india парламентарии при итальский они рассказывали в том числе и про проблемы наркотиков вот это очень интересно вот я думаю что я ответил да на вопрос то есть на наш Наш секрет – молодежная дипломатия. Мне кажется, что чем больше мы будем дружить, тем меньше, когда мы все вырастим, будет у нас стимулов друг против друга вводить такие вот странные барьеры. Спасибо. Спасибо. Антон Анатольевич, вот вам вопрос задают, если можно. Тут вопрос прозвучал, в смысле информация прозвучала по специальному курсу противодействия терроризма, экстремизма, наркотикам. Вот люди спрашивают, а почему именно в Бауманке он читается? И второй же вопрос в этой сфере от другого человека, но тоже смысл его в том, что может ли попасть на этот курс другой студент с другого вуза? Так, ну, наверное, начнем с того, тема достаточно простра такая, она многоаспектная, комплексная, по ней надо говорить, наверное, очень долго и много, и в рамках изучения вопросов политологии общества знания. Мы находимся в таком состоянии сегодняшнего развития общества, когда слово идеология стало ругательным словом, и нам усиленно пытаются говорить, что идеологии в принципе не существует, это выдумки того наследия, тяжелое наследие советского прошлого, и вот сегодня демократия, все можно, и это хорошо. Ну, что хорошо и что можно, вы все прекрасно видите, да, что происходит в мире, что происходит в наших бывших дружественных республиках, что происходит с нашими славянами-братьями на Украине. Это вот следствие того, что идеология не нужна, и живите без идеологии. Это говорят те люди и те силы, которые как раз и насаждают эту идеологию. Отсутствие идеологии – это идеология, их идеология. И вот, наверное, чтобы бороться с этим, надо начинать на каком-то уровне говорить. Пока наши организационные структуры на уровне государства вырабатывают единую политику, мы не можем ждать. И мы здесь, почему именно Бауманка? Ну, наверное, потому, что мы заботимся и очень много думаем о своих студентах. Сюда в силу определенных и понятных причин приходят далеко не самые глупые и уже социально ориентированные личности. И вот помочь им разобраться, сначала им в тех сложных перипетиях социальной, общественной и политической жизни, а с их помощью и донести вот эти какие-то знания до их сверстников и окружения, в том числе и вот через такие формы работы. Собственно говоря, и призван вот этот курс. Мы не пытаемся что-то насаждать и в чем-то убеждать. Мы пытаемся рассказать молодым людям, что сегодня есть и дать хоть какие-то системы ориентиры в нашей непростой жизни по достаточно очень тонким, острым, зачастую очень таким вопросам, которые в случае обострения приносят очень большие беды, очень много крови. Это национальные отношения, это религиозные отношения, ну и, соответственно, политические отношения. А почему еще раз именно Бауманка? Ну, это касая, вот если обращаясь к нашим студентам, вы, проходя по коридорам и по галереям нашего главного здания, видели, да, в галереи, в портреты висят основатели научных школ, с одной стороны, и с другой стороны, это воспитанники и бауманки, которые занимали в свое время высокие государственные посты. Вот смею вас уверить, что в недалеком будущем, вообще Бауманка, как один из таких престижных вузов, была и остается кузницей кадров для государственных деятелей. И смею вас заверить, что в недалеком будущем, в сегодняшнюю динамику развития жизни вы видите процесс омоложения органов власти, и не так, да, не за горами, когда кто-то из вас наверняка встанет у руля решения каких-то государственных вопросов. И нам не безразлично вот к тому, кто встанет у руля государства. Человек думающий, человек гражданско ориентированный, или человек с тараканами в голове, гробо выражаясь фигурально. Бауманцы всегда высоко несли свое высокое звание бауманца и достигали больших высот и в сфере развития науки и производства, и в сфере управления отраслями государственной жизни. Вот, наверное, я... Спасибо, Антон Анатольевич. Первый вопрос. И второй вопрос, да, может ли стать? Второй вопрос, давайте я отвечу. Ну, наверное, да, здесь вот вам это сроки. Я сам являюсь преподавателем, который привлекается к чтению этих занятий. Вот, ну, учитывая то, что я и сам служил в специальных службах, мне это несколько проще. Я могу сказать, что вот у нас на экране почта, да, прямой эфир. Если кто-то хотел бы попасть на эти курсы, пожалуйста, пишите мне, мы это организуем. Я думаю, продумаем, то есть невозможно, ничего нет. Ну и пользуясь случаем, Александр Георгиевич, вот вопросы задают, могли бы вы выступить перед студентами на этих курсах по терроризму, по экстремизму. Александр Георгиевич, пользуясь случаем, мы хотим вас публично пригласить. Публично пригласить? Публично пригласить, хорошо. Ну, во-первых, я с большим удовольствием приму участие, потому что вот мне приходится очень часто принимать участие в различном роде ток-шоу, и я сталкиваюсь там с таким количеством идиотов в виде экспертов, которые вообще ни хрена ни в чём не разбираются, но активно очень рассказывают всем, как надо жить. Вот, поэтому мне очень хотелось бы от первого лица рассказать вам вообще, что и по вопросам экстремизма, тем более, что вопросы экстремизма, они на 90% находятся, так сказать, являются продуктом нашей собственной системы. Недавно на конференции НАК мы обсуждали проблему профилактики экстремистского мировоззрения среди молодёжи и студентов. Так вот, анализ показал, опрос показал, что 10% населения Российской Федерации рассматривают экстремизм как единственную форму бороться за свои права. Это очень серьёзная проблема, потому что, когда мы с этим сталкиваемся, мы действительно понимаем, что очень часто бывает очень сложно преодолеть, скажем, различные бюрократические барьеры для того, чтобы решить конкретный вопрос. И вот в связи с этим мне хотелось бы как раз поговорить с вами на этих занятиях или на лекциях, я не знаю, как семинарах, круглые столы, потому что действительно нам нужно строить действительно реальное гражданское общество. когда человек будет иметь права, а чиновник прав иметь не будет. Потому что, к сожалению, у нас права человека однозначно, права чиновника другое. И вот когда мы добьёмся того, что будет этот баланс, где есть, так сказать, народ и есть слуги народа, вот тогда у нас и экстремизм будет резко снижаться. Вот об этих вещах мы тоже поговорим. Спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, у нас есть Денис, вот сидит уже давно, рвётся в бой. Давайте послушаем про нашу организацию «Здоровая инициатива». Денис является её молодёжным лидером. Ну, вкратце, как, что у нас происходит, чем вы занимаетесь? Ну, начну с краткого экскурса в историю. История волонтёрского движения в МГТУ началась в 1995 году, когда был создан учебно-методический центр здорово-сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодёжной среде, где специалистами, психологами, преподавателями впервые были разработаны систематические программы профилактики среди студентов. Там же под руководством преподавателей-специалистов первые студенты-волонтёры получили возможность организовывать какие-то мероприятия, провели несколько достаточно успешных, например, концертов. И в 2010 году уже при поддержке ректората, ректора нашего Анатолия Александровича, была создана Всероссийская общественная организация «Здоровая инициатива». действует эта организация по принципу равный-равному, то есть студенты, преподаватели в неформальной обстановке помогают друг другу решать какие-то жизненные проблемы, справиться с трудным периодом, либо просто по учёбе, скажем так, друг другу помочь. И действует эта организация под таким уже практически официальным девизом «Здоровый образ жизни – это здоровый образ мысли». Соответственно, трезвость невозможна без правильного настроя. Как-то так. С тех самых пор наша общественная организация провела огромное количество мероприятий, в том числе совместно с другими молодёжными и немолодёжными организациями. Многие здесь сидящих неоднократно, я думаю, посещали наши оздоровительные занятия на ВДНХ, которые проводятся совместно с Лигой здоровья нации. Кто-то, возможно, участвовал в акции традиционной «Бауманцы против наркотиков», «Студенты против наркотиков», которые каждый год 26 июня проходят, когда студенты ленточки раздают вот здесь только лабораторного комплекса автомобилистам. Пожалуй, всё. Денис, вопрос такой, он может быть и банальный, но связан с тем, что вы много мероприятий проводите. А какую поддержку вам оказывают, может быть, ректорат или сам ректор, или вот другие организации, типа МВД, например, есть какая-то поддержка чувствуется? Или вы хотите больше? Поддержка чувствуется. Всегда, когда есть какая-то инициатива от студентов, от нашей организации, нам всегда готовы предоставить площадку, выделить какие-то технические средства. Скажем, поддержка очень чувствуется, и мы за это очень благодарны. Такой вопрос. Как в других вузах создать такую организацию, схожую с вашей деятельностью? Это сложно, легко? Что для этого нужно? Ну, в принципе, создать волонтёрскую организацию в ВУЗе – это относительно легко. Для этого нужна в первую очередь инициативная группа, то есть нужны студенты, единомышленники, у которых есть чёткий план действий, чем они будут заниматься, какой волонтёрской деятельностью. И, заручившись поддержкой кого-то из руководства, из старших преподавателей, надо этот план сформулировать в виде положений. И когда уже готова какая-то программа, хотя бы примерная, когда готово положение, с этим совсем нужно идти к руководству ВУЗа, и я уверен, что вам в помощи не откажут, и всё у вас получится. Спасибо, Денис. Вот когда мы, трансляция была, у нас зал показывали, люди пишут, что в зале узнали многих из студентов, там, приветы передают. Ну, Геннадий Иванович, вас касается, вот видят, что вы у нас присутствуете. Да, узнали, вас узнали, это приятно. Привет, кто меня узнал. Да, 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 ну вот. Вопрос вам такого порядка. Центр, вот Денис сказал, создан был учебный медицинский центр «Здоровье сберегающей технологии, профилактика наркомании». Вопрос задают, почему именно вот центр в Бауманке такой создан, и чем вы занимаетесь, и как вы взаимодействуете вот с молодёжной организацией «Здоровье инициатива»? Подобный центр был создан благодаря принципиальной политике, молодёжной политике, руководству МГТУ имени Баумана. В своё время Игорь Борисович Фёдоров, ректор, а теперь президент нашего университета, создал все условия, поддержал и материально, и организационно, и политически вот эту структуру. И на сегодняшний день, благодаря Анатолию Александровичу Александрову, эта работа приобрела уже всероссийский размах международный. Вот Денис, он скромничает, а на самом деле он, Полина, которая рядом со мной, ребята достойно представляли, в том числе они представляли Бауманку в Сочи на международном фестивале, участвовали в жарких дискуссиях по вот этим очень непростым вопросам, профилактике наркомании, профилактике идеологии экстремизма, терроризма и так дальше. И, в общем-то, они были убедительны, мы сейчас видим следовую реакцию. Потом ребята проявили здоровую инициативу. И вот благодаря тому, что в прошлом году на базе МГТУ имени Баумана состоялось выездное заседание Совета Федерации, Валентина Ивановна Мэтменко лично председательствовала, и вот этот анализ опыта деятельности наших волонтёров привёл к тому, что было принято решение о развитии поддержки на государственном уровне этого молодёжного движения. А МГТУ имени Баумана было признано опорной площадкой антинаркотической федерального значения с развитием этого опыта. Поэтому ребята молодцы, им не хватает иногда знаний, им иногда не хватает опыта, а специалисты нашего центра как раз им помогают приобрести вот эти необходимые компетенции. Спасибо, Геннадий Иванович. Я смотрю на время, время у нас уже выходит. Если есть в зале какие-то вопросы, давайте их зададим. А они все на почту мне присылают, Александр Георгиевич. У нас всё очень просто. Вы же сами свои гаджеты. Да нет, у меня доступно. Нет, он фильтрует. Вы задаёте вопросы. Я же все зачитывал, даже с листа прям. Ну ладно, спасибо за участие тем, кто задавал вопросы, и зрителям нашего канала. И вопрос у меня вот к Денису. Денис, а не хотите ли вы создать, например, в Ютубе какой-то канал? Потому что мало информации про вашу деятельность, а деятельность у вас большая. В планах имеется создание и канала, ведение прямых трансляций, потому что деятельность наша до недавнего времени была, ну, на мой взгляд, недостаточно хорошо, может быть, где-то освещена. Начали мы, кстати, достаточно успешно с создания группы ВКонтакте. И благодаря, я считаю, благодаря во многом этой группе у нас и значительно, очень значительно прибавилось студентов на мероприятиях. Мероприятия стали проводиться более успешно. Мероприятия начали привлекать внимание. И я считаю, что создание канала – это, скажем, следующая ступенька в развитии наших информационных ресурсов. Ну, было бы странно, да Бауманка не использует ресурсы. Поэтому я желаю вам успеха. Я хочу поблагодарить Александра Георгиевича Михайлова, Романа Сергеевича Чукова, Ольгу Владимировну Гребешкову и Анатолию Анатольевича Юркова. Геннадий Иванович, вас за организацию этого мероприятия. Очень много вопросов. И хочу сказать всем, кто еще пришлет мне вопросы, я эти вопросы аккумулирую и задам тем, кто здесь присутствует уже отдельно. Вся информация будет вывешена на ресурсах МГТ имени Баумана, на ресурсах Центра здоровья сберегающей технологии, профилактика наркомании. И всю информацию мы передадим в ГУНК МВД. Вот, Александр Русланович, мы еще подумаем, как это сделать. Ну, в общем, все ваши вопросы и ответы, они будут в любом случае в дискуссионном порядке размещены, запись тоже будет выложена. Те, кто не успел посмотреть или в учебных целях хочет посмотреть, пожалуйста, все будет доступно. Спасибо всем за внимание и за работу. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.